Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Я сегодня вам буду рассказывать про свою лазерную коррекцию зрения. На самом деле, вы меня периодически спрашивали про эту операцию, и это был вопрос среди вопросов под видео, где я рассказывала 10 фактов о себе и просила задать вопрос. И такого проза для, я думаю, что нужно подробнее рассказать, потому что, на самом деле, я, когда шла на эту операцию, у меня не было достаточно фактов, да, чтобы понять вообще, как это всё происходит, что и как. Вот, и мне, на самом деле, многие говорили, да, Мария, ну, это реально 10 секунд, ты придёшь там, тебе, значит, положат тебя на эту кушетку, 10 секунд вправо, 10 секунд влево, и встало, всё круто, зрение отлично, и пошла. Вот. На самом деле, всё было не так, но давайте я вам по порядку вообще расскажу. Значит, у меня было очень плохое зрение с самого детства, то есть, когда мне было 8 лет, мне родители подарили моего очередного тамагочи, и я была просто от него в восторге, потому что сначала у меня был, знаете, с одним зверушкой, потом у меня был тамагочи, который такой принц рос, ну, какой-то беленький, а потом вот мне подарили этого, который на 16 зверушек был, и я просто была в феерии, для меня это был какой-то технологический прогресс, и всё, я целыми днями сидела, играла. И потом мы что-то с мамой стояли на остановке, она такая говорит, какой трамвай идёт? Я такая, я не вижу, какой трамвай идёт. Ну, в общем, она поняла, что у меня зрение подпортилось, мы пошли к укулисту, окулист сказал, да, уже 0,7, то есть, ну, круто, это единица, когда 10 строк видишь. Значит, получилось 0,7. Это был, ну, вот, второй класс. Дальше мы, значит, стали, ну, потихоньку наблюдаться, оно всё ухудшалось и ухудшалось, к 8 классу мне пришлось вот прямо одеть очки, то есть, не сразу выписали очки, но я в них не ходила, вот, и потом уже, ну, моё зрение дошло до такого уровня, что я вообще не могла находиться без очков, тем более я постоянно была на сцене, я пела, танцевала, и я реально на сцене не видела, что происходит, и я выходила, что на ощупь, мне сказали, всё, пора одевать линзы, и я прекрасно помню, что вот первый раз, когда я одела линзы, это был концерт, значит, в... Тогда ещё был концертный зал «Россия», и я поехала уже на это выступление в линзах, и это была, конечно, земля и небо, вот, но зрение всё ухудшалось и ухудшалось, и к 9 классу мне сказали, что нужно сделать такую операцию, как склеропластика, я думаю, те, у кого плохое зрение, они в курсе, что это за операцию, это когда тебе вот так вот глаз надрезают, снимают верхний слой, там, что-то роговицы, и запихивают за роговицу какой-то пластик или, не знаю, что, какой-то кусок чего-то, что, как бы, останавливает зрение от ухудшения, потому что ухудшение зрения, близорукость, да, это когда ваш хрусталик вот так вот вытягивается сильно, вот, значит, мне предложили засунуть что-то назад, чтобы он не вытягивался, и типа сказали, что будет круто, я такая, ну, типа, ладно, окей, хоть если мне это поможет, то давайте делать. В общем, мне сделали эту операцию, это был просто полный провал, потому что было жутко больно, я видела, как мне разрезали глаз, я видела, как мне зашивали глаз, и каждый глаз нужно было делать отдельно, то есть мне сделали один глаз, отправили домой, я лежала недели, я ничего не могла сделать, не могла открыть его, но мне сделали второй глаз, и я два дня лежала с закрытыми глазами, короче, не самый классный кайф, но ко мне приходили друзья, там мне суши приносили, камбургеры из Макдональдса, короче, ну, как-то я выживала, но было довольно сложно, и потом все лето я ходила с красными глазами, потому что вот эти вот, ну, отеки, они очень долго не проходили, у меня прям краснющие белки были, все все время спрашивали, что случилось. Вот, но проблема в том, что эта операция не подействовала, то есть у меня все равно дальше ухудшало зрение, а как бы, если вы хотите улучшить зрение, то врачи говорят, что нужно обязательно, чтобы оно остановилось, перестало прогрессировать. Ну, в общем, я просто увеличивала линзы, да, увеличивала мощность линз, мои очки становились толще и толще, правда, потом мне уже стали делать значеные линзы. В общем, все, моя жизнь, это, ну, вот, без линз никак, я себя представить не могла, то есть с утра я одеваю, вечером я снимаю, и я к этому более-менее уже привыкла, просто, ну, я понимала, что что-то зрение вообще не останавливается, и вот последнее, что я помню, было минус 7. Вот, и, ну, мы перешли в другую клинику, я когда набиралась детской, мне уже сказали, что, типа, пора переходить в взрослую, и мне посоветовали пойти к Питере у нас на Купчиной, по-моему, Ксимер, что-то такое, Клиника Федорова, да, по-моему, Клиника Федорова это называется, вот, мне посоветовали туда перейти, и посоветовали врача крутого, его зовут Никулин, я, кстати, ничего не рекламирую, и, как вы знаете, мне рекламу нормальную не предлагают, вот. Значит, и он меня наблюдал, наблюдал меня с 21 года, получилось, ну, с 20 где-то я в итоге к нему пришла, и до 23-х, 4-х, 4-х, да, он меня наблюдал и сказал, что все, в какой-то момент, очень важно, да, наблюдать на одном и том же аппарате, потому что, естественно, вас не по строчкам меряют, сколько вы видите, они, там, ну, кто сталкивается с этим проблемой, значит, вы садитесь, там парашютик показывают, который то речит, то не резкий становится, вот, и в итоге он меня смотрел и сказал, все, зрение стабилизировалось, теперь, как бы, выбор за вами, можно сделать лазерную операцию. Ну, и, естественно, мы, как бы, долго не думали, сказали, да, пожалуйста, давайте сделаем, потому что я уже устала от этих линз, и я вот как раз в этот момент стала узнавать у всех остальных, как вообще проходит операция, и, как-то, знаете, ну, вот, я не интересовалась у людей, которые, вот, ее делали сами, но у кого-то там делали девушки, молодые люди, родители и так далее, и все говорили, что, о, типа, элементарно, это все несложно, не бойся, все будет круто. В общем, ну, и я с таким настроем пошла. Значит, стоило это все, вот, я не помню, но, по-моему, в районе 70 тысяч рублей тогда это было, это был 2013 год. Сейчас уже, конечно, наверное, все это дороже, стоит намного. Вот, но, значит, как это все происходило? Я какие-то капельки капала перед этим в глаза неделю, ну, то есть, видимо, чтобы никакой заразы там не попало, против воспаления и так далее. Капала-капала, потом я уже пришла, соответственно, на операцию. Нас сидели в какой-то такой халате и посадили в очередь. Нас было довольно много, человек, наверное, 15. И, блин, вот, знаете, да, если смотрели мое видео, 10 фактов обо мне, ненавижу все эти больницы, когда кровь берут, когда лежать, нужно не двигаться и так далее. Ну, и вот как раз тот случай, когда, во-первых, нас сажают в комнату, где все железное, включают какой-то ТНТ, какой-то комедий-клаб, который какие-то дебильные шутки там, я не помню, что это было. Ну, в общем, и телевизор смотреть не хочется, и ты видишь вот это вот помещение с голыми стенами, какое-то клацание железок, короче, жесть какая-то. Я была самая последняя в очереди. И я видела, как людей заводят туда, и они выходят, и я понимаю, что они ничего не видят, их ведут вот так вот, они на ощупь. А мне как бы говорили, что, Марина, ты типа, тебе сделают операцию, ты встаешь, и у тебя великолепное зрение. В общем, еле я досидела, ждала я, наверное, час. В итоге я пришла уже вся на нервах просто на этот операционный стол. Меня кладут и говорят, не двигайся. И вставляют такой расширитель в глаз. И у меня просто шокер. Значит, ну, все, что связано, да, с тем, чтобы не двигаться и так далее, вызывают у меня какие-то сумасшедшие эмоции, я начинаю дрыгаться. Ну, вот реально, знаете, иногда люди могут жрать, я не могу, я начинаю дрыгаться, либо я паду в обморок. В общем, мне в обморок падать нельзя, потому что глаз закатится. И я понимаю, как бы, что у меня еще мозг там, остатки мозга, говорят Марина, нет, тебе надо сделать операцию. Короче, я лежу, и это, конечно, не 10. Он там ставил расширитель, это минута. Он чего-то там закапал. Он начал фигачить, срезать верхний слой глаза. Вы все это чувствуете. Там хоть и есть и безбольшина, вы чувствуете, как вам будет так срезать верхний слой глаза. Потом глаз открывает. Ребят, ну вы должны, наверное, это знать, потому что когда я не знала этого, и для меня просто был шок то, что происходит, и я просто, ну, не знала вообще, как я с этим справлюсь. Потом вскрывают вот этот глаз, и вот так вот начинают жестко давить какой-то фигней. Вот, видимо, это лазер, и надо прям реально продавить, чтобы он подействовал. Ну, типа, он должен, видимо, попасть в самую глубину вашего, как это, глазного дна. Сори, я не врач, но я просто, примерно, описываю свои ощущения. И они вот так вот сильно давят им. И вот в этот момент, когда давят, ну, просто я думала, что все, конец, что я левый глаз не буду сегодня делать, отпустите меня с правым, я убегу. Позвали уже, по-моему, четырех медсестер. Каждый меня держал, потому что я начала вот так вот извиваться. Мне держали руки, держали ноги. Я не знаю, как врач справился. Короче, значит, меня держали, когда я делала левый глаз. Врач такой, ну, пожалуйста, типа, успокойся. Я думаю, все, наверное, мне все плохо сделали, потому что я реально брыкалась. В итоге все длилось, наверное, минут 15. Ну, то есть это очень долго. Для, по ощущениям, когда он кромсает глаз. Потом, по-моему, он глаз зашивал. Я же сейчас не помню. Или он просто, когда ты его придавливал обратно, и ты встаешь, ты ничего абсолютно не мечтай. Кисель в глазах. Ну, в общем, я встала, и сразу упала в обморок. Ну, то есть все, меня мама вызвала, и так далее. Это стандартная ситуация для меня. Вот. И, значит, все. У меня был жуткий психологический шок. Я пришла к маме, я попросила шапку, я одела шапку вот так вот. Ну, все, на все лицо. Села в машину, и все. И, ну, как бы мне говорят, типа, открой глаза там еще. Ну, вот все. Я, короче, меня... Пожалуйста, говорю, все, меня больше не трогайте, мне плохо. Я пришла домой, я просто вырвалась, я спала сутки. Ну, не сутки, а вот до вечера. То есть операция была с утра. Я пришла домой, и до 10 где-то я проспала. Я реально боялась просто открыть глаза. Я не снимала шапку, я так шапки не спала. Для меня это был какой-то жуткий стресс. В общем, и в 10 вечера я вот так и приподняла шапку. Думаю, я сейчас открою глаза, мне наверняка будет резать. Потому что, ну, вот больно это было все. Открываю глаза, и я все вижу. И у меня идеальное зрение. И я такая, вау, сработало. Я просто реально боялась, что я открою глаза и ничего не буду видеть. Вот этот страх тоже был, потому что я очень сильно брыкалась. Вот, и все. И буквально, знаете, вот там была речь небольшая в глазах, она прошла там дня три, незаметно совершенно было. Вот, но все-таки есть момент из-за того, что я брыкалась, что-то все-таки немножко было не то, да, потому что где-то через год у меня на правом глазу стало зрение падать. Я пришла к врачу, он сказал, да, действительно, зрение упало. Почему? Непонятно. Вот именно на том, где я брыкалась. И, кстати, такой момент. Я так понимаю, что, наверное, такое бывает. У меня уже два раза такое было. Зрение падает, и я думаю, что это может быть из-за перенапряга, да, что-то вот там... Не знаю, короче, опять же, я не врач, но вот было такое. Я уехала на две недели на море, и все восстановилось. Ну, то есть полный отдых. И сейчас вот недавно такое было, и как-то я, ну, вот, постаралась меньше с компьютером общаться пару дней, опять восстановилась. И вот сколько прошло с операцией, уже три года получается. И, ха-ха, слава богу, пока я вижу нормально, я очень надеюсь, что оно не будет улучшаться, потому что два раза, по-моему, делать нельзя, это уже опасно для сетчатки. Вот. И, ну, в общем, я максимально стараюсь беречь зрение, но, конечно, с загруженностью, с компьютерами это все не получается, понятно, что постоянно в телефоне. Но, ребят, короче, вы должны понимать, что надо на это решиться. То есть жизнь моя полностью поменялась. Во-первых, все равно видно лучше, чем в линзах. Во-вторых, у вас нет постоянных линз в глазах, а если вы носите их на протяжении всей жизни, уже, опять же, могут быть проблемы с сетчаткой. И поэтому просто вы сейчас готовы, вы знаете, что будет происходить. и нужно просто на это настроиться, не верить, что вам скажут минуту не минуту, просто чтобы у вас не было шока, и вы не брыкались, да? Расслабьтесь, примите это, и вот так выдохните, и пойдите на эту операцию, и извините свою жизнь. Вот. Ребята, я надеюсь, что это видео было полезным для тех, кто идет на операцию, и кто не идет на операцию, просто послушайте мой опыт. Вот. Всем огромный привет, всем огромное спасибо, что смотрите канал. Не забудьте, пожалуйста, подписаться, поставить лайк, если у вас проблемы со зрением, и со зрением, если вы делали какие-то операции, пожалуйста, поделитесь своим опытом. Welcome to the club, как говорится, да, для тех, кто... у кого плохое зрение, кто с этим мучается всю жизнь, как я, да, с 7 лет, постоянно по врачам. Все, всем хорошего дня, хороших отдых. Пока-пока.